Эта советская актриса сыграла не так много ролей в кино. А все потому, что Валентина Ковель всей душой была придана театру. БДТ она посвятила более 30 лет жизни. Именно там она сыграла свои самые яркие роли. Ранние годы будущая актриса родилась в Петрограде. Ее отец прошел путь от выпускника водолазной школы до начальника Мурманского управления Главсевморпути. В 1937 году мужчина был арестован по политической статье приговорен к высшей мере наказания. При этом семья ничего не знала о его судьбе. Валентина жила у своей тетки в Ленинграде, училась в местной школе. А после получения аттестата поступила в Ленинградский государственный театральный институт. Это были сложные военные годы. Занятия проводились в условиях блокады. А первыми зрителями начинающих актеров были воспитанники детских домов и пациенты госпиталей. В 1942 году студентов удалось эвакуировать сначала в Пятигорск, затем в Новосибирск. Первые театральные роли были сыграны после войны на сцене театра имени Пушкина. У Валентины был очевидный трагикомический талант. Но критики в полной мере оценили его только через восемь лет. Актрисе начали предлагать роли главных героинь, с которыми она справлялась блестяще. Большой успех ждал актрису на сцене БДТ, куда она пришла в 1966 году. Дебют в кино состоялся в 1957 году с крошечной роли в картине «Дон Кихот» Валентина сыграла женщину с постоялого двора. Потом было еще 10 ролей второго плана. А в 1968 году – главная роль в фильме-спектакле-юмореске Валентина Катаева. Всего в фильмографии актриса 46 работ. Даже в эпизодических ролях актриса запоминалась зрителям. Она делала своих персонажей комичными и характерными. Как, например, пациентку в фильме «Собачье сердце». В 1988 году ей присвоили звание «Народная артистка СССР». Личная жизнь первый брак актрисы был омрачен семейной драмой. За актера Сергея Николаева она вышла замуж в юности, во время проживания в Новосибирске. Супруги вместе вернулись в Ленинград, когда закончилась война. Вскоре у них родился сынишка. Но у ребенка были серьезные проблемы со здоровьем, его не стало в возрасте один год. Супруги не смогли пережить это вместе. Они словно стали чужими друг другу людьми. Поэтому этот недолгий брак закончился разводом. Во втором браке с актером Игорем Домбиком Валентина родила дочь Екатерину. Все складывалось хорошо, пока актриса не познакомилась с Вадимом Медведевым. Валентина и Вадим вместе играли в спектакле «Годы странствий». Общение двух коллег переросло в любовь. Да в такую сильную, что они оба решились на развод со своими вторыми половинками. После свадьбы Валентина и Вадим больше не расставались. Они служили в одном театре, вместе приложили все усилия, чтобы попасть в труппу знаменитого Георгия Товстоногова. Общих детей в этом союзе не было. В 1988 году супруга Валентина Ковель не стала. Без него она прожила еще девять лет, всю себя посвящая работе в театре. В 1996 году актриса сыграла свою последнюю театральную роль в постановке романа Виктюка. А за два года до этого, в 1994 она в последний раз появилась на экране в картине «Русская симфония». 15 ноября 1997 года актриса не стала. Ей было 74 года.